МОТОРНОГО ЗАВОДА Спортивные пространства будут доступны для всех жителей района. На них будут проводиться спартакиады среди дворовых команд. Площадки построят за счет средств областного и городского бюджетов. В этом году продолжится строительство крупных спортивных объектов. Речь идет в первую очередь о ледом дворце в железнодорожном районе. Считаю, что этот спортивный ледовый дворец, который на сегодняшний день строится, он очень необходим. Он необходим нашим детям, нашим внукам. И как долго мы его ждали и с каким нетерпением мы теперь ждем, когда же он откроется. Ориентировочная дата сдачи ледовой арены – июль этого года. Площадка будет рассчитана на 256 зрителей. На ней смогут заниматься юные фигуристы и хоккеисты. Также будет организовано массовое катание и прокат коньков. Вторая партия сэндвичей приезжает к концу января. Мы уже внутреннюю часть сейчас закроем. И оборудование холодильное уже на базе собирается. К сдаче готовят и Центр художественной гимнастики в Засвияжском районе. Спортивному учреждению уже дали имя Татьяна Арена в честь председателя Региональной федерации художественной гимнастики заслуженного тренера России Татьяны Николаевны Грибковой. На площадке уже смонтировали котельную. Строители занимаются монтажом трибун и окон. Свои двери Центр откроет уже в этом году.